приветик всем девчонки мальчишки сегодня леночка решила приготовить творожные пончики как в детстве короче рецепт прям из далекого детства любимые пончики которые мамочка любимая всегда нам жарила короче ну я сегодня вот решила приготовить вспомнить родной любимый вкус и так ладненько покажу вам что мне нужно для наших пончиков творожок у меня вот такие тут фёки дела это я уже показывала сколько у меня тут грамм 400 200 200 как вы уже знаете я готовлю все на глаз у меня никогда нет определенных количеств поэтому на 400 грамм творожка у меня пойдут два яйца потом чайника ложечка соды буду гасить ее уксуса сахар примерно думаю 5 таких ложек столовых будет нормально и мука уже посмотрим по консистенции теста уже сколько возьмет ну что приступим и так в первую очередь вбиваем наши два яйца добавляем 5 столовых ложек сахара и творожок наш конечно не домашний творог но что делать чуть-чуть жидковатый думаю муки побольше пойдет так берем блендер избиваем хорошо в однородную массу так добавляем чуть-чуть соли вот так думаю достаточно щепоточка соли чуть-чуть корицы добавим чтоб вкус был вот так пол ложечки не больше и соду гасим уксусом и добавляем муки муку будем добавлять сколько возьмет тесто всыпаем еще так тесточка у меня готовое оно должно у нас получится и не жидким и не густым прям как на сырники ну что приготовим наши колечки досочку подсыплю мукой руки тоже должны быть у нас тоже вот так в муке берем шарик и делаем шарик шарики не должны быть слишком большие а вот такие вот средненького размерчика и ставим опять берем чуть-чуть в муке и делаем шарик вот такие вот шарики у леночки получается скажу честно очень давно не ела эти пончики обычно у нас вот эти пончики дома в деревне делаются на храм села 14 октября у нас храм мы все время помню блин как ждали храм чтоб покушать мамины пончики так в деревне это сейчас пошла в магазин и все готово и поэтому раньше было веселее потому что знали что ждем тот день и есть цель какая-то стремление блин а сейчас дети блин не знают что такое кушать пончики раз в год что делать было одно время сейчас другое ну ладненько и вот так делаем все наши кружочки вот такие вот красивенькие как у леночки ну что ребятушки шарики я накрутила такие не очень одинаковые но ничего пойдет нормально вот такая у меня кастрюлечка есть я масло туда налила так много масла уходит конечно на это блюдо но что делать ждем чтобы нагрелась маслечко и будем жарить наши пончики ну что проверяем если наше масло готовой деревянной палочкой опускаем палочку если бульки пошли вот видите как у меня булькает а значит готова система нибель короче ну что берем наши шарики и опускаем не будем много кидать они будут еще подрастать так чтобы хватило места думаю так по 6 штук нормально убавлю огонь самое главное когда наливаете маслица налить так чтобы наши шарики были полностью в масле так сейчас посмотрим что у леночки получится обжариваем хорошо до золотистого цвета со всех сторон попробую я уже снять пару штук вот такой у меня цвет я думаю такой цвет довольно уже хороший не забываем помешивать покажу вам поближе вот смотрите какие у меня пончики получаются здорово главное чтобы внутри не были сырые сейчас проверим как смотрите я пончик разломала чтобы вам показать отлично воздушники мягенький и все хорошо прожарилась сейчас попробуем вкусно ну что дожарю все пончики потом уже переключимся ты дэн ну что пончики мы готовы я их вот так сметану к украсила сверху шоколадом по рецепту короче самого детства сейчас покушаю будет вкусненько вкусненько ну что спасибо всем за просмотр обязательно тоже пробуйте дома делать пончики вкусненько простенько и самое главное очень-очень приятно так покушать и где-то укунуться в детство берешь пончик бегаешь по долине босиком по траве здорово круто хочу домой ну все всем пока пока до скорых встреч удачи